Дамы и господа, и снова с вами Вечерний Покер! Под Новый Год решили собраться с лучшими актёрами нашей страны! Российский и американский актёр, продюсер Игорь Жижикин! Композитор, певец, продюсер и артист Виталий Гагунский! Актриса театра и кино, известна по сериалам «Восьмидесятый», «Обратная сторона Луны» и многим другим Анна Цуканова! Звезда сериала «Золотые» Барвиха 2 Наталья Бардо! Российский режиссёр, сценарист, продюсер, создавший много кинохитов Мариус Вайсберг! Им будет противостоять один из самых популярных покерных игроков в России – Илья Городецкий! С наступающим, Флэшра! С наступающим Новым Годом! Вечерний Покер! Так, друзья, добрый вечер! Мы играем в Texas Hold'em – это самая популярная игра. У нас самая лучшая программа по покеру в России и в мире вечерний покер. У нас сегодня интересный состав. В роли профессионала известны ведущие и человек-голос покера России – это Илья Городецкий, для тех, кто не знает. Так что он знает всё о покере. Он знает и историю про покер, очень много чего может рассказать. У нас шесть игроков. Каждый игрок получил равный стэк – 100 тысяч фишек. Мы начинаем с уровней 200-400. Уровень будет по 20 минут, и каждые три уровня у нас будет перерыв. Всё, если готовы, удачи всем! Спасибо! Спасибо! Помешайте, как следует. Не подсняли. И дайте мне хорошенько. Помешайте. Это вообще не обсуждается. Это же и так очевидно. Ой, я их увидела. Я их увидела. Ты сейчас забудешь. Ты сейчас забудешь, не подсняй. А он и свои помнит. Ты ненадолго. Точно так раздают карты? Баттон на первом боте. Это мы разобрали Баттон. Блайды будут 200 и 400. Нам надо 200, Аня, пошли. Я за вами буду ухаживать. А вы? Попал я сразу. Попал при чём? Да, я пока. На 400. Мы дальше как, по часовой будем? Да, будет передвигаться Баттон. Ну что, Новый год к нам мчится. Скоро всё случится, сбудется, что снится. Чёрт, по-моему, классные стихи получаются. Надо предложить кому-нибудь, может, даже песню написать. И желаем вам отличного новогоднего настроения. Состав у нас сегодня под стать. Очень приятный состав участников. Все лица знакомы. Только мужика на первом боксе не знаю. Но, думаю, разберёмся по ходу игры. Заря блефуешь. А мы без блайнер всё время, спасибо. Я нет. Вы можете чек сказать? Чек, правильно. Спасибо, спасибо. Вроде пульс был самый маленький у вас, а вы первый раз нервничались. Как так? Какой кайф, ты смотри. Да я не знаю, кайф. Сегодня, кстати, такой состав, что, боюсь, мне нигде слово вставить не удастся, но это и не нужно. Наталья, вы не в раздаче, а у вас пульс уже больше ста. Представляете, что будет, когда вы будете в раздаче? На мой пульс орендирующий чек. Сказать, это бесплатно послушать. С удовольствием послушаем участников. Кстати, обратите внимание, впервые вот в вечернем покере пульс игроков видим не только мы, но и сами игроки. Выведи на табло, и, разумеется, на это тоже будут обращать внимание участники. Но актёры, они должны уметь пульсом варьировать. Вот жулик какой, играть он не умеет. Виталя? Туз был? Yes. Играл как будто туз, да? Ну, хотя нет, если бы туз... Ну, он думал, что кто-то поддержит, не испугается. У него могут быть туз вполне, вот я тебе могу сказать. Виталя, вы уже чип-лидер, можно уже требовать окончания банкета. Мне, пожалуйста, пиццу, и я пошёл. И я пошёл, да. 200 и 400. Ну, вот и я. Я попал. Сейчас будешь играть. Ну, как, смотрите эти карты. А, только как-то со стороны убирайте, пожалуйста. Он просто меняет их там. Я боюсь, я боюсь тебе показывать. Да не бойся ты меня. Ты все время смотришь на карты. Я не буду. Ты просто показываешь их все время. Виталий, видимо, решил играть все руки. Кстати, замечательная у него сценка была в универе. Можете посмотреть в инстаграме, где Кузя, ну, наверное, самый знаменитый персонаж Виталия Гагунского, отлично помогал там прочитать соперника, который в итоге, правда, стрит-флэш собрал. Поняли. Всякие правила. Нет. Нет вопросов. О, да ладно. Я не очень умная. Да, мы поняли уже. Мы поняли, поняли. Мы всё поняли. Бородатый дядя изолирует лимб от Виталия. Анна платит. И флэш-дроу Ильи Городецкого. Сет у Анны. Так, так, так. Вот это интересно. Илья чекает. Аня берет чек вдогонку с фулл-хаусом. Вот оно. Скрываем сейчас. Макарана. Вы будете поднимать? Ну, я ещё не знаю. Я должен вас запугивать и запутывать разговорами, а не вы меня. Ага. Понятно. Будет ли пытаться блефовать Илья? Чек, ладно, страшно. Чек. Ой, чек вдогонку с фулл-хаусом? У меня есть. Ничего себе. У вас фулл-хаус. Что же вы чеком? Чек. В конце я всё равно ни копейки вам не заплатил. Но надо было ставить. Ну, что же вы чек-то? А у меня есть. Забывчивая ты наша. Потому что вы чемпион. Я боялась, что у вас там всё. Что? У вас, у вас выборок. Что у вас там пять карт. Аня, вы проигрываете, только каре семёрок вас бьёт. Поэтому бояться вам было совершенно нечего. Хорошо, черва не пришла. Главное, что я выиграла. Я бы закончил своё выступление, боюсь. На этом. Видите, я не такая, как кажусь. Хорошо, что я выруливаю. Зато, как ни странно, у вас есть хороший шанс теперь быть номинированной на Оскар. А, да? Знаете, почему? Не, не, не потому что хорошо сыграли. Есть такая актриса американская, Дженнифер Тилли. Она была номинирована на Оскар за роль, кстати, в фильме «Пуля над Бродвеем» Вуди Алина. Да. Вот роль второго плана она там играла. Так вот, про неё есть просто очень известная история. Она играла в одном тоже покерном шоу, типа нашего. И вот она примерно так же. У неё был тоже фулл хаус. И она несколько раз тоже чек сказала. Но это, правда, было уже после того, как она была номинирована на Оскар. Но не важно, всё равно вы в хорошей компании. 400. Да, хорошо. Хорошо. Давайте так сделаем. Давайте просто 1000. Вы хотите рей сделать? Что? Повысить ставку хотите? Да, да, хочу 1000 поставить. 1000? Тогда просто озвучивайте сумму, какую хотите поставить. Хорошо, 1000. 1000 ваш сэр. Пас. Ну или сколько ни жалко. Мы выяснили, что в этой программе так разрешено. Ну, Анна Цуканова хоть и не была номинирована на Оскар, но в России-то, я думаю, многие знают гораздо лучше, чем Дженнифер Тилли. Я её прекрасно помню и Побресской крепости, и Дом солнца, фильм. Ну и Яралаш. Моё поколение смотрело. Она там была очень яркой актрисой. Так что компании Ильи Городецкого за этим столом можно позавидовать. Хотя мы видим, что действительно Аня пока не все комбинации вспомнила. Серьёзно, ребята. Мы с вами должны играть какую-то свою игру. Пока вот они вчетвером в покер играют, мы давайте с вами будем, я не знаю, в дурака или во что-нибудь. А-6. Морской бой. Морской бой? Да. Нам не дали бумагу. Чек. 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 Это же интересно уже. Ну, тузы, похоже, устояли. Ещё и добирает Анна. Ась. Открывайте. Сидит такая. С плохой памятью. С плохой памятью. Слушай, а два туза это комбинация? Это кредо. Чего делать? Я просто не хочу, я просто так играю всегда, что я всё ол ин и так далее. И я решила, что я не хочу вылететь быстро. Потому что мне как быстро получилось. Думаю, мы видим. Если я с такими картами быстро не вылетел. Даже если захочешь. Аня, расскажи, что тебя связывает с покером. О, ну, мои друзья меня научили играть в покер. Мы долго, когда была пандемия, играли моих друзей на балконе, играли в покер. И потом я играла онлайн. А потом я заболела ковидом. И забыла, вот сейчас я пришла просто как будто бы с нуля. Хотя достаточно, ну, полгода, наверное, я играла в покер с друзьями. Очень приятно сейчас в такой компании, в таком месте восстановить все свои знания. Начать заново играть. Мне прям хочется вернуться в большой покер. На балкон. На балкон, да, хочется вернуться. Ну, на балкон пока возвращаться не обязательно. Это многое объясняет, да. Потому что действительно Анна рассказывала, что она довольно-таки проложительное время играла. Почему она в интернете играла. И вот то, что она в фулл хаус забыла, как выглядит. Ну, может, у Заби так сыграла. Это поясняет. Но надеемся, что вспомнит быстро. Правда, 15 лет в Лас-Вегасе жили? Там каждую раздачу люди играют. А вы пока не одной. Да, просто я один раз уже здесь сыграл, первый вышел. Хочу чуть-чуть задержаться. Хотя бы 15 минут побольше. Мне зайнички приятно наблюдать. Потому что, ну, ты какой-то такой черный кот в мешке. Да, Игорь Жижикин, когда играл здесь с Михаилом Шаламовым, с Юлией Паго, он рассказывал про 15 лет в Лас-Вегасе, про Цель Дюссалей, про свою любовь к покеру и много знакомых. 10 тысяч. Я хотел тебе напомнить, что у тебя есть фильм. Тысяч? Да. Вы же сказали, что вы хотите подольше поиграть. Ну, простите. Это просто... Вот сейчас блефует, пульс подлетел. Да даже если блефует, у меня ничего нет. Спасибо. Карты, пожалуйста. Ты ядреный. Ну, если очень хорошее, то можно оставить на следующий раз. Ну, я бы, честно говоря, бы, если бы там король не вышел, я бы играл бы. Так что ж ты неправильно? Надо было мне будет чуть-чуть вас разводить. Сразу, да. Надо было по тысячу, потом ставить. 10 тысяч очень много, да. Если учесть, что в банке было всего полторы тысячи. То есть 10 тысяч – это так. Я вас напугала, простите. А сколько нужно достичь пульса, чтобы победить в этой игре? Похожий, Игорь, досрочная победа. Пока я лидирую. Это очень много. Паста, я не могу играть. Не могу, я не могу играть. Я не могу с этим играть, не могу. Да, как я уже сказал, впервые в вечернем покере пульс видят и все участники. Большое табло выведено напротив их игрового стола. И у Игоря Жижикина пульс сейчас 140. На чем и делает акцент Виталий Гагунский. Чек. Чек наш. Чек. Чек. Здесь вроде ни у кого нет мотивации ставить, потому что у троих комбинаций туз хай, который может годиться. Ну, а Виталий, скорее всего, думает, что если все трое здесь играют чек, что-то у них есть, и блефовать смысла нет. А? А вот и король. Три аута всего были у Виталия, и он их нашел на ривере. Чек. Чек. Так, а если... Не надо. Вот так попробуйте. Хорошо, давайте. Чек, чек, да? Чек у нас? Чек, да. Не, ну если бы мне сказал Жижикин, не надо, я бы тоже испугался ставить. Хай, мисс хай. Ох, смотри. Так король есть, чего в этом? Как ты послушался теперь. Конечно. Не сам, у нас, так сказать, пока такая игра. Сверхосторожная. Очень осторожная. Купили короля. Троих людей перекупили, Виталий, последней карты, и не стали ставить. Хм, пятьсот рублей вы мне ничего не дали, ну, как бы, вообще. Согласно. Ну, по факту. На самом деле? А как же копейка, рубль берешь? У меня какой? Большой? 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 Не, ну этот дедушка на первом боксе смелый, а по-моему даже Джерард Батлер боялся Игоря Жижикина. Вот. Ну а в фильме «Мажор» он вообще, там кто только его не опасался. Да. Ну да. Ну, кроме его дочки разве что, хотя тоже там все по сценарию не супер сложилось. Я думаю и без меня многие это прекрасно все знают, но кто не смотрел, на мой взгляд, сериал «Мажор» один из наших таких самых интересных и точно уже очень добротный и с огромным удовольствием мы его с моей супругой наблюдали. Ужас. Ужас. Это двойная проверка пульса, да? Я за тебя волнуюсь. Аааа, мое слово... В общем, поэтому на месте скромного простого Кузи из универа, подслушав вот Игоря, не надо, я бы тоже не стал. Хорошие такие карты, но что-то как-то все не клеится. Чек. 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 Ловушка, похоже, от Виталия, ну и плюс подконтроль. Ааа, ну чек я... Чек. Давай. Ты как... Ладно. Нет, ну ты смотри, я не обижусь, брат, ты делай как пока. Я же ты... Точно не обидишься? Да. Точно не обидишься? Да. Вот эти отношения режиссер-актер как бы... Ладно, давай. 100. Говорит, что не обидится, а потом как бы... А, минимум 400. Снимать не будем. Потом запрет на профессию, да? То есть... 400 ставка. А, 400 же можно? Ну, как поставили сначала 100, значит минимальная ставка принимается. Это 400. Хорошо. О, господи. Понятно. Ааа. Все понятно. Тузик был. Тонкий догон. Да, интересно, как он играет. Да. Я даже, не знаю, даже словом «осторожно» это не назовем. Ты прям... У меня большой, да? Ахрист! Талик, расскажи, какой у тебя покерный бэкграунд? Ааа... Покерный бэкграунд как раз вот компания «Мариус». И мы собираемся... Only... Only... Only friends. Friendly покер. То есть всегда мы играем, но в основном это общение, поэтому сказать, что какого у меня там бэкграунд нельзя. Ну, сегодня вы играете за телевизионным столом. То есть твои карты видят зрители, ну, увидят. Есть какой-то дополнительный прессинг от этого? Чувствуешь ты волнение? Я больше слежу за пульсом Жижикина. Да. Это больше сейчас то, что меня волнует по-настоящему. Да, смотрю за своим пульсом, поэтому это очень интересно. Ну, и, мне кажется, интересная игра. Интересный очень состав игроков. Так. Ну, послушал-послушал все это Илья Городецкий и решил пойти... Пройтись. Хоть немножечко бы как... Хоть чуть-чуть бы как-то... Ну, Наталья с творческой рукой заглянула на малом блайнде. Виталий при таких глубоких стеках решил коннекторы тоже не выбрасывать. И флоп-то красивый. Две пары у Виталия Гагунского. Стрит-флэш-дроу у Натальи. Две. Две тысячи. И Наталья сразу же играет элит. Семьдесят процентов. Играет. У Ильи бэкдорный флэш. Все супер. Оверкарта к доске. Оверкарта к двум средним. Я понял, с кем он играет, поэтому... Считается. Пять. Интеллектуально? Продолжает свой блеф Наталья. Порферанс? Две пары Виталия еще не превратились в тыкву, но... Уже, конечно, не такая сильная рука. О, а у Ильи появилась флэш-дро. Попа. Ты не играешь у тебя? Ммм. Я вас сейчас за Виталика уже переживаю. Это очень интересная раздача. Пять. Ну, давай. Полбанка поставила Наталья. Кол. Ничего себе. Так вот. Ребята играют в шоу-бизнес. Непредсказуемость. Просто... Опять же, после того, как Наталья в предыдущий раз еще показала 5-4, когда я Ане тут говорил, у Натальи, она точно, у нее валет есть. Нет, нет, вы никогда не поймете, как я играю. Логики ноль. Я пока даже не пытаюсь. Ну, паст, тогда ладно. Я думаю, хороший паст. Скорее всего, король у кого-то есть. Смотрите, пульсы у Натальи подскочил. 122. 20 тысяч. Моментально даблефовывает банк, ставит Наталья. Вот этот уникальный стиль. Смотри, это бой просто. Да не поделит сейчас все, что не понятно, что ли. Так. Подожди. Ты не так посчитал, да? Виталий фулл хаус. Но он проигрывает королю в любом случае. Если король у Натальи. А получается, как у нас? Вот сейчас как раз вопрос. То есть, если король, это фулл хаус. Да. Старший. Остальные комбинации не считаются. Ну, остальных уже трудно. Покерная комбинация на С5 карт состоит. Поэтому, если фулл хаус, то уже до других не доберешь. То есть, один король дает фулл хаус. Если там и там король, то равность одинаковая фулл хаус. Нет, но имеется в виду, что если у тебя два короля, то ты выиграешь. А у него фулл хаус. Как вы видите, ни Илья, ни кто за столом не сомневается, что король есть у Натальи. У Виталия только сомнения, есть ли там король. Тревожно. Хм. А пульс у Натальи уже 127. Так, я смотрю, пульс у меня в норме. Вращение не надо вызывать. Так жиже с тебя, смотри, как... Я сейчас ловню. У меня просто, да, вопрос. Я понимаю, что здесь король, а я пасану. Пас? Да. Я думаю, это хороший пас. Ну, потому что... Пульс 130 у Натальи. Может, фулл хаус, остальные не считаются. Она волнуется, ждет. Выкидывай, думает. Виталик, выкидывай. Пас. Ну вот, понимаешь, да, в чем дело? Да. А мы пока уже... Пас, да? Да, пас. Да, пас. Если там... Это с фулл это король и девятый второй фул дает. Котенок. Ну, это мощный пас. Очень мощный. Я думаю, сради. Мы в игре. Друзья, у нас блайндзап, блайнд 300-600. Игра под игрой. Блайнд 300-600. Наташа, расскажи о своем покерном бэкграунде. Ох. Ну, на самом деле, я в анкете написала, наверное, что я играю три года, на самом деле я играю пять лет. Блин, я даже там обманула. Ну, это блеф. Просто люблю врать. Вот. Ну, честно говоря, у меня так получилось, что как-то... Мы играем часто дома на кухне. У нас все друзья обожают покер. Это как бы наша такая, наверное, основная любимая игра. Вот. Играем раз-два раза в неделю. О, часто. Да. Играем на деньги. Вот. Ну, не на большие деньги, конечно. Вот. Все у нас в пределах разумного. И как-то так получилось, что я достаточно быстро вообще попала в серьезный большой турнир. О, а что за турнир, расскажи. С аналами. Какой-то Джеймисон, по-моему, какой-то был турнир. Был Сипсон Чипс. Они проводили серию турниров в Москве и в Петербурге. Да. И в итоге я оказалась в финале, по-моему. Ну, то есть там была какая-то история. И... Ну, как-то там я прям тоже выигрывала, выигрывала, выигрывала. И, по-моему, ну, что-то типа четвертого места. Примерно их с двух сотен. Да. И просто это для всех было. Для Мариуса он вообще обалдел. Потому что, ну, то есть он уже его выкинули. Уже, то есть уже всех друзей практически выкинули. И уже когда последний день был, когда мы играли, я со съемочной площадки прибежала. У меня был крайний съемочный день, я актриса. И я прибежала с цветами, быстрее все разделось, все село. Начали. Ну, вот, короче, это круто. И я поняла вообще, ну, во-первых, насколько это интересная игра. А во-вторых, ну, я не знаю, тогда поняла, что это моя игра просто. Что это мое, что мне нравится. Ты заблефовала на 10-6. Мы аплодировали буквально. Расскажи, что у тебя в душе в этот момент происходило. И твой взгляд, как Виталий, когда рассуждал, что у тебя, и тут ты так опускаешь взгляд, это было так круто. Такой круто, круто сыгранный вле. Ну, я же актриса. Да, да. В этот момент я подумал, боже мой, вот оно. Вот она пригодится. Да, на самом деле, здесь все очень просто. Мне нравится эта игра тем, что здесь интуиция, вранье, удача. Да, здесь очень много факторов играет. Для меня самое главное здесь – это получить удовольствие. Ну, то есть только ради этого. И я считаю, что если уже ты идешь, если ты уже рискуешь, если уже ты как бы теряешь много, то уже надо как бы… Ну, а потом, ну, что такое блеф? Блеф – это, по большому счету, это всегда инвестиция. Ты либо платишь за опыт, либо ты выиграешь, срываешь куш, да. Либо есть еще какой-то вариант. Ну, пусть он останется моим. Пусть будешь, срываешь куш. Спасибо, удачи тебе. Спасибо. Я думаю, хотела сказать Наташе, что это инвестиция в имидж. Ну, просто на языке крутилась, а этого не произошло. Блестящая раздача со стороны Натальи Бордо. Все смелая, красивая. Наталья Бордо. Триста, пожалуйста. Триста, да? Да. Вырос, да? Да. Не откажешь ей в смелости – это точно. Ну, что? Ну, я тут Даматреппо над флэш-дроп потерну, но я тоже посчитал, что там король, да и у вас что-то есть, поэтому я решил не связываться. Ас. Кул. Ас. Кул. Ну, Илья, конечно, будет рейзить. Три с половиной. Да, и рейзим хочу. Пас. Да, аккуратно. Игрокам тут не место. Как-то сто процентов. Мариус решил проверить. Виталий выбрасывает. Три-два слишком слабая рука. Семь-шесть под доминацию не попадают, но все-таки лучше с семь-шесть одномастными заходить под такой рейс. У Игоря нет пульса. У Игоря нет пульса. У врача. Ищет пульс. Все. Вы достигли этих ста процентов. Да, датчик пульса Игоря переставровал. А, вернулся. 170 пульс у Игоря, который не принимает участие в раздаче. В этот раз я подготовил. Да. Нет, ну это было понятно. Я просто хотел посмотреть. Что, прости, но смех продлевает жизнь. Так что... Да, я знаю. Реально. Илья, ты сегодня будешь единственный человек за столом, кто понимает, что все вот это происходит. Даже с отличика сегодня нет. Как ты думаешь вообще развернуться в таком актерском составе? Да, никак, честно говоря, не буду особенно разворачиваться. Вообще-то я тоже уже давно любитель, особенно вот в ту игру, в которую мы будем играть. Техасский холдом. Ну вот я точно могу сказать, что, по-моему, до сентября... Ну можно, наверное, да, сказать, что мы снимаемся в ноябре. Да, вот до сентября 2020 года я ни разу в 2020 году в эту игру не играл. Поэтому... Сейчас 21-й. 21-й, да. В 20-м играл, значит, ну я уже весь пандемия. Но вы смотрите в 22-м. А, вы смотрите вообще в 22-м. Ой, класс, как там интересно. Да, не знаю, что там в 22-м. Как сейчас принято говорить, надеемся, пандемия закончилась. Хотя она наверняка не закончилась. В общем, да, с января по сентябрь 2021 года я в эту игру не играл ни разу в жизни. Поэтому я тоже... Слушай, ну должен что-то вспомнить. Ну, надеюсь, надеюсь. Вот я сегодня с Иваном Демидовым общался. Вот он, несмотря на то, что три года не играл в эту игру, вот играл в чемпионате мира и тоже утверждает, что что-то вспомнил. Поэтому надежда есть. Вот про Ивана Демидова. Недавно я сидела в компании покерных немцев, немецких покеристов, короче. И они из русских помнят Ивана Демидова, на удивление. Я думала, как бы уже там есть новые герои у нас, да, такие, там, Филатов, грубо говоря, а медийные нет. Вот они помнят Ивана Демидова. У меня была такая история в Лас-Вегасе, где я долгое время очень стеснялся, что я ни разу в жизни не блефовал в живом турнире, рискуя всеми своими фишками. Ну, понимаешь, вот там улыб, и у меня ничего нет. Я бы тоже такого стеснялась. Вот. А потом я один раз как раз это провернул в одном турнире, ну, маленьком каком-то, и очень довольный и так с собой сижу. И вот тот, кого я заблефовал, поворачивается ко мне и говорит, а вы же Иван Демидов, да? И тут я вообще возгордился. Думаю, ничего себе. Мало того, что первый раз на все фишки блефанул, так еще и за Ивана Демидова приняли. Это был очень приятный момент. Да, ну, Городецкий похож так же на Демидова, как я на Жижикина. Ну, в смысле, все мы четверо очень красивые, сильные и высокие. Угу. Что там у нас? Ну, давайте. Кол. Пас. Кол. Кол. Илья опять будет рейзить. Что покажет, скрыть. Ну, снова три с половиной. Рейз три пятьсот. Что твори-то? Да все равно же никто не выбрасывает. Так. Как? Мне три пятьсот? Клавь. Ну, можете три поставить и сто забрать. Пожалуйста. Угу. Аня, конечно, не выбрасывает туз-король одномастный. Не выбросит здесь две десятки и Наталья. Ну и, кстати, я думаю, что Виталию с девять шесть одномастными заглянуть будет вполне по шансам на флоп. Что откроет нам Яна? Туз десять две червы? Я всегда жду кровопролитных раздач. Как много денег на столе. Да. Жалко, карты нет. Хо-хо-хо-хо-хо. А флоп-то жестокий. Старшая пара у Ильи и Иваны с хорошими кикерами. А трипс у Виталия? Бат шесть тысяч. Илья ставит для защиты, но он считает, что у него часто здесь лучшая рука. Не вижу, у меня пятерок. Синий у вас поджелтый. Добирается с каких-то кармашек. Кто-то один там может с восьмерками-девятками заплатить, добирает с каких-то одномастных тузов. А она, разумеется, платит. Наталье здесь идти слишком сложно дальше. Можно же еще поднимать. Да. Сто процентов. Если поднимать, то минимум в два раза. То есть вот 12 и 8. Мариус с волнением смотрит на свою вторую половину. Все-таки большой банк. Она спрашивает, можно ли повысить. Хочется поиграть. Конечно. Капец. Между выбором еще поднять и пасом. Ну, потому что здесь надо либо поднимать, либо уходить. Окей. Ой-ой-ой. Ну, конечно, Наталья выбросила, а Анна получает подставной терн. 10 тысяч. Ну, Илья ставит так, для защиты, вмер, чтобы понять, что он не хочет сам платить большую ставку. Понятно, что он уже делится, туз валет, туз 10. А Виталий, на всякий случай, до фулл хауса усиливается на Ривере. 62 тысячи в банке, это при том, что все второй уровень игры. 100 больших блайндов там. Тысяча. Галопа на шаг. Галопа на шаг. Галопа на шаг. 20 тысяч. Тысячу все поставила Анна. Виталий, разумеется, играет рейс, потому что хочет выиграть побольше. Это Анька вместо чека просто сказала. Ну, кстати, иногда есть такой прием, блокбет, вместо чека, да, какой-то мизерной ставкой, провоцирующей небольшой рейс. Да. А иногда и большой. Да. Озадачен. Озадачен. Ну, Илья, в лучшем случае, калирует на дележку, если там тоже туз. Круто, в общем. Что мне делать? Ну, например, про их друге туз 9. Не знаю. У него пара тузов, пара штерки как король. Хорошо. Сложное решение у Анны? Виталика, если у тебя шестерка, то ты ему сразу скажи. Блин. Я не знаю. Ну, и что бы ты сделал? Ну, Анна назвала руку Виталика, у него штерка. Я бы поставил. Я бы попер, если честно. Да? Если честно, я бы попер. Но я первый раз с Виталиком в такой ситуации. Ну, подождите, давайте порассуждаем. Мы же можем, да? Я же могу поговорить? Да. Только не назвайте свои карты. Конечно. А чем угодно? Поэзия. Сразу посчитали все про меня. Ну, вот, например, если у Виталия два туза. Например, да. Например, да. Если у Виталия два туза, то тогда очевидно, что я могу проиграть. Ну, да. Или у Виталия два короля, например. Угу. Тоже очевидно. Тоже можно. Ты сейчас хочешь карту свою все-таки рассказать? Нет. Ха-ха-ха-ха. Отходи. Нет этого почесления. Никак не могу. Ха-ха-ха. 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 Что же мне делать? Ха-ха-ха. А какая там ставка получается? Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ну что, мне рискнуть? Ань, ну не знаю. Я бы не хочу быть ответственным за… Ну конечно, ты увидишь его карты и поймешь, как он играет. Даже если ты проиграешь. Ничего себе. Ты заплатишь за опыт всего 20 тысяч. Вот это вот грамотный совет. Тут немножко больше уже. Где сейчас? Сейчас 20. Нет, ну именно сейчас 20. Нет, сейчас 20. Но с другой стороны, если бы у него сразу было… Увидеть, как он играет, это того стоит. А что? Не увидели, что ли, как он играет? Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Так, я не знаю, что делать. Давай разоблачать Виталика. Давай двадцатку. Точно? Я не знаю. Ну а ты мне потом одолжишь? Ну-ка… Десятку, если что, да? Серьезно? О чем вопрос? А он же может мне одолжить? За пределами покерного стола он, возможно, что-то и одолжит. Слушайте, ну… А может используй… А попробуй 40. А вот смотри, она может использовать одну из этих карт? Вот, вспомни про эту вот… Я хочу… Это мои, да. Мои не надо пока. Мои не надо. Правильно, юбай. Вот и одолжил. А можно карту дать другу, кстати? Нет, подожди. Подожди, вот сейчас правильный вариант, мне кажется, использовать черную карту твою. Подожди, ты все-то не открывай там все. А, ты должна использовать какую-то… Покажи карту. Ну, да. Ну, он две покажет, не одну. Не одну. Не одну. Тут и дело. Тут и дело. А, нет. А кто выбирает карту? Она выбирает карту. Ну, в смысле? Ну, так в смысле. Ну, так рандомно же она выбирает карту. Ты выбираешь какую? Ну, хорошо. Ну, хорошо, если у него… Судя по взгляду Виталька… Шестерка. Он так посмотрел мне, детка, у меня два туда, любую. Выбирай, просто проверяй. Камон, детка. Камон, детка. Где твои денежки? Не, ну… Да, ну можно проверить? Потому что если вдруг одна… Ну, я тебе говорю, какой вариант? Да, да. Давайте, покажи карту. Подождите меня. Любую на выбор. А, понятно. Ну, давайте правую. Ну, из шестерки, то простой пас. Если девятка… Отлично. Двадцатка. Опа! Так зачем? В смысле? Колу двадцать. Так зачем двадцать, если вы… Он поставил двадцать. Такая, вы что, убьете шестерку? Ну ладно. Нет, нет. Он поставил двадцать. У него вторая, если король или тус. Кто уже закололи уже? В смысле заколола? Кто кого заколол? Он поставил двадцать. Мне, чтобы продолжить игру, надо поставить деньги. Правильно? Да. Ну, а зачем вам продолжать, если… Что если… Нет, так ей понравилась карта, она не боится. Поставить, все. Да, она не боится. Все, я скажу. Все, мы вскрываемся. Да. У него фулл хаус. У него фулл хаус? А у меня две пары. Так сет бьет же две пары. Да, фулл хаус старше. И что? Я зря двадцать тысяч поставил? Ну как же, чтобы вы посмотрели карту, которую вы не бьете, и потом заколировали? Так интересно. Так нет, ты посмотрела карту, поняла, что ты проиграла, и зачем ты поставила свои двадцать тысяч? А, это вот то, про что вы говорили, чтобы всегда когда используешь эти карты… Да-да-да-да-да-да. Это тот самый момент. Ладно. Я в нарушение правил пытался вас исправить Ты же ради этого эту карту, по сути, открыла, чтобы мы не хотели идти Я думаю, что мне надо тоже поставить 20, чтобы играть дальше И поэтому я решила проверить А зачем тебе было играть дальше, если ты увидела, что у него три шестерки И ты сказала, если у тебя шестерка, ты сама это сказала, увидела шестерку и поставила Я просто тупанула Это проклятие Емельянова Короче, в итоге все равно заплатила 20 за опыт Я же тебе сразу говорила, просто отдай 20 за опыт 300 Ну, Анна все четко сказала Я тупанула, такое бывает Конечно, выглядело это супер забавно А то, что наши белые девушки Вот, чтобы вы понимали, когда в жизни какое-то решение происходит, какой-то диалог Вот так иногда работает женский мозг Ну, еще отчасти мне кажется, что Анна изначально сама говорила, что мы видим шестерку А потом начала рассуждать тузы и короли И увидела ни туза, ни короля И сразу заколировала, не думая, что же там может быть у Виталия Ну, подвиг Юлии Пого побит Которая та попросила показать карту Видела лучшую для себя И все равно отправила в пас Я сколько должен? Можете чем сказать? Здесь Анна увидела карту, которую не бьет и все равно заплатила Но это было весело Ну, холодно, весело Новый год на носу Смотря когда вы, правда, смотрите Может, вы 30-31 решили отдохнуть, чем-то другим заняться Я, правда, не знаю, что можно делать еще 31-го и 30-го декабря Кроме как сварить вечерний покер Ну, давайте тысяченочку Тысяча ставка Угу Так, здесь у нас, кстати, тоже намечается экшен Пара у Натальи Вторая Двусторонка у Мариуса Оксана Македовская, конечно, герой Я еще так себе афишек немножко Опа Фишек намутить И потерну стрит Причем у нас ошибка в графике Виталик-то выкинул, по-моему, две четверки А вот Илья Городецкий не выбросил совершенно точно Свои тус-8 Так что две пары сейчас у Ильи Класс Да, вот сейчас графика правильная А я еще могу? Мариус поставил пять тысяч Наталья сыграла рейс-10 Илья заколлировал Окей Рейс-20 И Мариус еще раз переставил Вот такой шоу-бизнес у нас Как вы играете? Есть? Илья ваш сайт Пас Ну да, после того, как бэт-рейс Илья заплатил еще один рейс Илья понял, что его две пары точно не годятся Ну, посмотрим Все нормально? Выигрываешь? У нас снимают, Игорь Ваши слова Тридцать Тридцать Пасешь? Ну, зачем? Ну, зачем? Ну, окей Так надо, Маруся Ну, тридцать Стрид Ну, я же тебе сказал, зачем? Ты же знаешь, как я играю? Зачем? Ты же знаешь, прекрасно меня к работе Ну, я что, идиот, что сейчас Тридцать Так дома поговорите Дома все обсудим Не ссоритесь Я специально сделал тебе подсказку просто Конкретно Хотел, чтобы ты поняла, что как бы не надо со мной играть Мариус, ну расскажите о своем покерном бэкграунде Я знаю, что у вас дома есть покерный стол И вы френдли покер играете Да Играем, очень любим Собираемся Ну, честно говоря, мы собираемся просто хорошей компанией Уже такой, что называется, сложившейся за годы Вот И в первую очередь собираемся общаться И там выпить, посмеяться, пообщаться, узнать как чего Ну, и одновременно еще и играем Как бы вот такое занятие Любим Вот Играем на деньги, но не на большие Как бы там такие Какие-то там, я не знаю Я уж не помню там Ну, в общем, заходим там по пять тысяч И, в общем, ни о чем По большому счету Вот в итоге ничего, особенно никто не обижен Но все счастливы И есть азарт, есть такой огонек Ну вот В общем, короче говоря, да У нас традиция такая Давайте обратимся к вашей профессии Вы можете представить классный фильм о покере Которого еще нет То есть какой-то, может быть, сценарий у вас сейчас даже в голове закрутится Когда вы почувствуете всю эту покерную атмосферу Ну, вы знаете, во-первых, несколько фильмов Есть, я просто помню, что в Казино Рояле, конечно, сцена покерная Такая, насколько я чувствую покер Но вот она там очень правильно снята и сделана Есть еще несколько фильмов американских Очень таких голливудских По-моему, тоже передающих атмосферу И вообще накал Вот для людей, которые понимают Мне кажется, эта игра просто потрясающе интересна И с накалом и все И можно, конечно, сделать драматургически Если правильно, что называется, органично вплести в нарратив То, конечно, можно просто То есть для меня это прямо очень было бы интересно Я бы с удовольствием сделал Но у меня такое просто ощущение, что все-таки Намаз такого массового зрителя Как бы, ну, то есть я хочу сказать Когда человек, если человек не в теме И комбинации не знает, самое главное То есть, мне кажется, огромное количество людей знают В принципе, что-то о покере Но все равно комбинации не помнят И очень трудно То есть это, как бы, это такая специфика Знаете, недавно был такой огромный проект Опрос, статистика И выяснили, сколько людей в России Хотя бы раз играли в покер Вот угадайте, какая примерная цифра Я вам скажу ответ потом Я думаю, что в России хотя бы один раз играли Процентов 40, наверное Ну, практически 50 60 миллионов человек Ага, ну А мы еще уберем детей и бабушек И дедушек И останется намного больше, да, появится Такой у меня еще к вам вопрос Только что ехала и читала Большая цифра Да, очень Ведь фильм может зайти Да, очень, да, интересно Только что читала ваше интервью И вы сейчас занимаетесь Возможно, уже закончили проект Иронии судьбы с легким паром Но европейский ремейк Нет, американский Американский ремейк Извините Можете рассказать, что это так интересно Да Это очень крутая история Получилась Я уже его То есть, как бы, фильм у меня уже есть Он собран Он у меня сейчас в постпродакшене То есть я его доделаю Работаю с композитором Цветокоррекция В самом начале года У меня будет законченный фильм Вот Но могу вам сказать, что фильм сложился Получилась Получилась очень Такая и смешная И очень трогательная Душевная такая комедия Американская Вот Которая Которая Судя по всему Из того, что пока Вот Все, кто видел черновую Черновую сборку В Америке Людям очень заходит хорошо Поэтому В общем Многообещающая ситуация Посмотрим Как будет Но Интересно Потому что фильм совершенно другой И кардинально Отличается От Всего того Что Что называется Советские Люди знают Но при этом Ну то есть От советской классики Так скажем Но при этом Какой-то Какой-то в нем дух Вот именно Именно пьесы Как-то вот он остался И вот какой-то Мне кажется Мне удалось как раз Сохранить Какой-то очень Какой-то такой Очень праздничный Уютный И такой По-взрослому По-взрослому Такой романтичный Беспедалирование Дух этого фильма И как-то Совершенно Современным Языком Совершенно В других Обстоятельствах Но тем не менее Ощущения Те же Ну кстати Было бы очень Интересно Посмотреть Сейчас все Будут пересматривать Оригинальную Иронию Судьбы Сегодня Завтра В день Выхода нашей Программы В эфир Я посмотрел Американский Ремейк Надеюсь Там в роли Жени Лукашина Например Аноль Шварценеггер В роли Ипполита Сильвестр Сталлоне И вот это Было бы Круто Ну а кстати Как вы помните Да там Классные фильмы Мариуса Вазберга Любой в большом городе Все части Там играл Владимир Зеленский При нем В Украине Покер Включили в реестр Видов спорта Там сейчас Второе рождение Буквально идет И Почему бы и нет Может быть Зеленский В новом фильме Мариуса Вазберга Сыграет про покер Я аж Заговариваться начал Дикция Прям Полетела в никуда Но от такого волнения Это все мечты Мечты Но почему бы и нет Наступит день Когда Покер снова у нас будет Я надеюсь Полностью легализован Как это было Где-то как раз в году В 2008 Когда Илья Городецкий И еще один комментировал Считался российским голосом покера Максимально его Популяризировал Красс Ван Демидов Которого в Суи вспоминали Тогда занял второе место На чемпионате мира И Выиграл 6 миллионов долларов И его приглашали На все центральные телеканалы Были времена Но история развивается По спирали И я верю Что Лучшие времена Для покера Вновь настанут Ну а у нас После большой Той проигранной Раздачи У Натальи Осталась Половина стека Приятно Что Пусть и 13 тысяч Не такой большой банк Но сейчас Наталья выигрывает Расстроился Конечно Мариус Что Его возлюбленная Хоть он и делал Специально Большую ставку Чтобы она выбросила Оплатила Тогда с двумя парами Ну Все продолжается Блайды не такие большие Играть вполне можно И сейчас Слава богу Кучу тебя порадов Ну и они бьют А что же показывают Друзья У нас Блайндзап 400 800 Блайндзап Как-то они быстро растут Нет? Как грибы Это турнир Котенок Да? Это покер что ли? Нет Мы просто турнир Не играем А тут турнир Это все жестко Так давайте Начинать играть Турнир Мы наконец Играть научимся Кстати А то мы как-то Ерундой страдаем Пиццу едим А блайнды у нас Вообще иногда Малый равен большому Пиццу Пиццу Особенно под утро Когда вся пицца съедена И весь савиньон Блан выпит И тогда уже У нас это 400 Пошло Шутки шутками А это идеальный Вариант покера Который мы максимально Пропагандируем В кругу друзей С хорошими напитками С вкусной едой С классным общением Ну и вот сказали И Наталья И Мариус Что они играют На небольшие деньги Это кстати Тоже абсолютно Легально У нас в стране Запрещено Организовывать игры Да И на деньги И где есть Выгоды приобретатель Человек Который берет комиссию А если в своем кругу Все скинулись То Это вполне У тебя хорошие карты Законно Но Вечерний покер Тоже повторяюсь Не раз это озвучивал Наша с вами Любимая программа Надеюсь Что это так Демонстрирует Что и без денег Игра в покер Может быть Очень Интересный Приятный И все равно Азартный Все здесь хотят победить Или сыграть Какую-то крутую раздачу Мне не играть? Пусть все же Я поставил тысячу Ты сейчас будешь говорить? Ты же знаешь Как я играю Хотя я не поставил Я же не сделал Вот так Поняла Я понял тоже Конечно Не буду вообще Наши слова Ну не просто Конечно Играть Близким людям За одним столом А моя любимая история Связана с тем Как однажды Мы с моей Женой Вместе играли Тоже там Дружеский турнир Там на 18 человек И Лера там Играла Один из первых разов В жизни И я с баттона Поставил Алын Лера сидела На малом блайнде И она со словами Что же ты делаешь? Ну окей Я пас В открытую Выкинула двух тузов И весь стол Там обалдел Как же так? Ну я тоже говорю Лер Ну она говорит Ну я же не хотел Тебя выбивать Я говорю Ну если ты уж выкидываешь Что хотя бы не показываешь Что это тузы У меня же тоже Хорошая рука была Я там на король дам Алын поставил Кто-то такой Я сранная пятерка Но глобально Разумеется В игре Надо абстрагироваться От того Кто с кем дружит Чек Чек Так ну Пока я здесь рассказывал Виталий на флопе Пошел флоу Тетеривер он блефует У него есть блокер на флэш Понятно Тут все-таки далеко Если у кого-то две Чеки У тебя просто пульс в норме Я понял Что можно играть сейчас А у меня-то Слушай После ковида На пульс Можешь на мы не смотреть Не буду Молодец Какая Хорошая карта у меня Ничего Блеф пойман У него пар было Две А у него даже две пар В смысле две У кого? Две двойки Две пятерки Игорь Ну расскажите Какой фидбэк От своих друзей Коллег Вы получили После выхода Вечернего покера С вашим участием Вот в тот раз Когда я играл Этот еще не вышел Ну да Ну слушайте Огромный фидбэк Особенно У меня много друзей В Лас-Вегасе Так как я там Прожил очень много лет Они мне прям звонили Смотрят передачу А там в принципе В Лас-Вегасе Все кто остался Жить там Они так или иначе Озабочены этой игрой И да Мне люди звонили Оттуда Интересовались Там Спрашивали А как попасть Я говорю Ну слушайте Это я не знаю Как попасть Разные причины Вы сами смотрели Свою игру И думали Что вот здесь По-другому Надо было сделать Конечно Конечно Всегда так анализируешь То же самое Как роль свою Смотришь в кино Я поэтому не смотрю Кстати Когда смотришь Душь блин Вот здесь надо было Так сделать Здесь так Здесь вот газануть Здесь что-то Изменить И здесь абсолютно То же самое Как сегодня состав Вам Ну вообще Вы сегодня В принципе Отвечаете за состав Ваша тусовочка Такую сделали В принципе Вы правы Так как Я имел Причастие К организации Этого состава Собрались все Друзья Играть очень здорово Ты как-то С одной стороны Ты всем доверяешь Да Ну по жизни Потому что мы все Вместе работаем Пересекались там В кино Где-то еще Просто дружим А с другой стороны Такое Недоверие Конечно Оно есть Да Где Каждый за себя Поэтому Им интересно Зато можно Смеяться Развеяться Здорово Атмосфера Огонь Небольшой Блайн Даже Не Блайн Просто Блайн То есть смотрите Так Понимаете Решение А сколько У нас Тавка Восемьсот Уже Пас 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 Я бы тоже Не отказался Сыграть Но Как вы видите С такими С такими Звездами Российского Театра И кино Сажают только Чек Истинных Звезд Российского Покера Если серьезно Вдруг вы Первый раз Включили Действительно Илья Городецкий Был Настоящим Голосом Покера Именно он Комментировал Все турниры Долгое время С разными Партнерами Но где-то Как раз В году В 2009 10 Ему Навязали Михаила Семина И вот с той поры Этот дуэт Стал Рупором Ну что Просто Приклеены Других не пускали И все Что вы могли Смотреть на телевидении Долго Показывали Трансляции Крупных турниров На ТВ3 На РЕН-ТВ Все это Проходило Под аккомпанемент Голосов Ильи Городецкого Михаила Семина Илья реально Красавчик Очень здорово Интересно Рассказывает И даже Тех людей Которые просто Включали Случайно Натыкались На трансляции Он по-настоящему Заражал Любовью К этой Прекрасной Игре Ребята Просто Мечут Прошлая раздача Вскрыл в блеф Виталия Игорь Мечем метать Можешь ли еще раз Блефовать Виталий Гагунский Или найдет пас Пас А ты уже играл здесь? Нет? Пришло? Чуть-чуть Жим-жим Так сработало Чуть-чуть Прям вот На самом А вот если бы У меня был балет Тройка Я бы выиграла У меня? У меня Сейчас на столе Был балет 3 Так Если бы у меня был балет 3 Я бы выиграла У меня? Ничья была бы Вы бы неожиданно Из покера Перешли бы в шахлату И сыграли в ничью А? Ну что? А можно же Делит же Бывает же ничья, нет? Да, конечно, бывает Нет, ну я просто Конечно, бывает Естественно Мало ли, я думал Может, у нас неправильно Учили Нет, Лев Владимирович Просто один из функционеров Российской Федерации Шахмат Поэтому вспомнил Про свой второй Любимый вид спорта Сейчас Ну я Давайте ты ищу Да, ну колл Да Пусть подвигается У меня тут У меня тут Видишь Колл Дорожка Чек Игры на не угадаешь У меня все больше сотен Каплю Ну здесь Ну здесь Под конец первого часа Решили, видимо, разыграть Дружеский банк Я даже как-то отвлекся С блайндов доставили Здесь С дамой 2 Ну а она просто чекнула С валет 6 на большом бланде Чек Чек Детали Я тут уж не понимаю Там до конца Но не буду Пас Пас Открывать Пас 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 Малец Я только набралась смелости Хоть чуть-чуть Начать играть После своего Эпик фейла А у тебя есть Желтые фишки? Нет Нет Не ушло Неужели, правда, женщины Слабое звено Почему? Будем бороться А у тебя тоже нет Четыреста Нет Либо пойдем пиццу есть Сейчас там За дверью У меня желтый есть Но фишка У меня примерно Столько Глядя на Наталью Яну как-то не скажу Что они едят пиццу Но, видимо, генетика хорошая Я просто мелкий проигрывал Белых все сколько набрали А у меня белых нет Яну У нас поменьше У нас Пас 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 Ага Восемьсот Да Надо, кстати, посчитать Эти вот восемьсот Четыреста Две с половиной Раз, две, пятьсот Пас Пас Ох, как я вовремя заскочил Господи Сколько мне надо добить Тысяч семьсот еще? А? Тысяч семьсот, кроме тех, которые стоят Не первая попытка Ильи Изолировать лимб Виталия То есть остаться один на один Сейчас куплю коврик для ванны Восемь-шесть одномастные, конечно, не выбрасываются Доставляем Хорошо играем постфлоп И пульс будет сорок Сказала Анна, у которой пульс пятьдесят шестьдесят шесть Еще успокоитесь больше А? Неплохо, неплохо Господин Городецкий Твоев кочерыжка Нац флопа Твоев, да? Чек Чек Я понимаю, были бы тузы, да? А я думала, ты говоришь О, дэм, гад, ноу, дэм А ты, ах, кочерыжку Три тысячи ставка Он, когда говорил кочерыжку, он именно это имел в виду Дэм Класс Ну, я так не играю Когда вот это вы ставите А когда у меня нац Все пас Что такое, я не понимаю Невозможно с ясновидящими играть Виталька не включился в этот раз Где ваши Балиэфа, Виталий? Ну, что это такое? Ну, что, у Витальки просто туз один был Блайнды, пожалуйста, я имею в виду Туз у него всегда, он его не сдаёт Сиротиночка Вот сейчас уже важно, конечно, какие карты приходят конкретно В целом, всё равно стартовый стэк Даже сейчас больше ста больших блайндов Вот у Наталии 63 тысячи, но это 80 больших блайндов Ну, у Виталий Гагунский полтора стартовых стэка нарастил И, похоже, не собирается останавливаться на достигнутом Две с половиной У Ильи, кстати, тоже всего 80 блайндов Меньше всего фишек у Анны Цукановой, но это 75 ББ У меня 400 плюс Да вы ставьте просто две с половиной У Игоря Жижикина чуть выше стартового Валет 9, красивая рука одномастная Разумеется, Мариус на большом блайнде валет три раза не отправляет в пас Ой, сам не ужас Илья вообще не так, правильно, да? Да, не холодно Уйдет 74, мне жарко Снова у нас Илья сыграл рейс После того, как Виталий просто колом завел туздаму Но мы видим, что Виталий все свои руки разыгрывает через лимб Вот такие вот карты Рейс иметь в арсенале не помешает Ну, все же, лучшая реализация Лучше постфлоп разыгрывать Более понятные диапазоны В этом плане можно добавить Но зато у него диапазон полностью сбалансирован Там есть все Премиум все в лимбе тоже есть После игры, да Чек у Игоря, ваше слово У Ильи стрит флэш-дро Восьмерка, тройка, черва Все это ему даст Ну, блефует Очень сильную комбинацию Точно, да, конечно Я его уже знаю Да, только что стрит у человека был просто Но в прошлый раз Игорь не говорил, что Илья блефует Это муж слышали Плохая память Не знаю правила Даже за проверку заплатила 20 тысяч Слушайте Ну, деньги на месте Но Ну, вот а что у него можно быть? У меня тебя не интересует Или у Виталика, да? Никак Ну, мы-то чек сказали А тут как бы Так вот он услышал, что мы чек сказали И сразу Газанул Так Ну, хорошо, ладно Сколько там надо? 7 тысяч я поставила 7 тысяч Ну, давайте Чего делать? Не особо у меня Да Я все понял Нет, ну старшая пара Со старшим кикером Здесь на флопе нельзя выбросить Туз 7 Пас Она как в воду смотрела, видишь? Все правильно делает Адна Чек Илья берет бесплатную карту Понимая, что она ничего не выбросит И ничего не доехала, Илья Ну, король неплохая карта Чтобы по ней доблефовать Скрываемся Пожалуйста Ну, хорошо Открывайте Не смог девушке отказать Которой просил чек Ой, у меня пара Вы опять победили У тебя пара! Я победила? Ура! У семерки Обалдеть! Ну, пусть уже он в конце пришел В самом Ну, ты сейчас должна была заплатить За что-то Вообще непонятно что Просто Ну, Наташа Непонятно, что Я бы это не назвала, конечно Нет Ну, переживать о том Что нам бы там на ривере Доехало Что-то, что совпадает с нашей рукой Которую мы обязаны выбрасывать До флопа Не стоит Хотя иногда, так знаете Играешь целый день И видишь, что все время на флопе Открывают восьмерку И ты думаешь Блин, ну нельзя никакие, значит, руки с восьмеркой выбрасывать Ну, когда ты вот заходишь в раздачу Ты эту восьмерку не ловишь Ну, на какой-нибудь мусоре Понятно, что две восьмерки Или там туз восемь Одна масса И мы будем играть Так Два валета у Виталия На большом блайнде И просто чек Даже вот такие руки Даже, поскольку все до него уравняли Виталий Разыгрывает до флопа Максимально пассивно Никто не блефует И сет валетов у Виталия Ну, он еще может проиграть эту раздачу Если придет десятка Тысяча Раз Ну, как бы туз Как-то много нарисовали процентов Наталья почему-то У нее четыре аута Это восемь процентов Откуда одиннадцать не знаю Но, может быть, я уже в покере что-то не понимаю Блин, просто стюр какой-то Ну Правильно, выкидывает Она еще и без позиций Даже если собрать стрель Можете одну карту закрутить еще? Жень То Все равно тяжело будет выиграть Диана с первых И вот так Бодро, весело, совершенно незаметно Первый час у нас пролетел Разрывает Виталий Гагунский 159 тысяч Рядом Мариус Илья Городецкий последний Госпожа удача Тут всегда где-то рядом Дилер с новой колодой Мысли приводит в порядок Не пытайтесь критиковать Мои пороки Я игрок И по жизни мне все покер Мне все покер Я в плюсе Я на подъеме Это азарт Ты настоящая страсть Я уже в финале Этот банк огромен Я его заберу Конкретно заходит масть Продолжение следует... Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!